Вот делали три цикла и для охоты, и для рыбалки, и для сельхозработки. Производим мини-сельхозтехнику. Подписывая сегодня соглашение с Российским Союзом промышленников и предпринимателей, мы в лице РСПП получаем нашего не только старшего товарища и друга, но еще активного лоббиста по продвижению идеи станкостроения в России. Локализация производства станков – это на сегодняшний день не только высокодоходное производство для наших предприятий, но самое важное – это вопрос национальной безопасности. Потому что станки, которые сегодня приобретают наши оборонные предприятия, и та программа перевооружения, которая озвучена президентом России Владимиром Путиным, и поставлена задача завершить перевооружение оборонно-промышленных предприятий до 2020 года, говорит о том, что мы можем работать только на тех станках, которые произведены на территории России. Туламаш-завод – одна из наших площадок, которая готова на сегодняшний день принимать такое производство. Кроме этой площадки у нас еще есть несколько площадок, так называемого «Браунфилд». Ну и наш парк «Вузловой» – это площадка «Гринфилд», которая тоже в случае, если такая необходимость появится, мы готовы предоставить любой момент. Мы ведем на сегодняшний день переговоры с корейскими, тайваньскими компаниями, но уверен, что, имея поддержку такого органа, как общественная организация, как РСПП, мы шансы наши на локализацию станкостроительного производства в Туле увеличиваются. Туламаш-завод – предприятие уникальное. Мы сегодня имели возможность пройти по производствам, цехам, заводам внутри Туламаш-завода. И видно, что процесс технологического обновления идет достаточно быстро. И самое главное, на мой взгляд, состоит в том, что не только меняется технологическое оборудование на базовых производствах, но то, что само это оборудование начинает производиться на предприятии. Подписание соглашения о сотрудничестве между правительством Тульской области, Общероссийской общественной организацией «Российский союз промышленников и предпринимателей» и его Тульским региональным отделениям. Какую цель мы ставим подписанием этого соглашения? Цель для Тульской области основная – это новая индустриализация. Если мы сможем войти в новую индустриализацию, провести модернизацию своих предприятий, выйти на производство станков – это огромный задел для будущего Тульской области, причем будущего не 5-10-летнего, а перспектива на многие десятки лет вперед. И здесь мы должны быть активными, мы должны предлагать свою территорию, предлагать свои возможности, предлагать свои промышленные площадки, и под лежачий камень вода не течет. Александр Николаевич нам обещал в этом помогать. Развитие промышленности и наукоемких технологий требует современного подхода к подготовке специалистов для высокотехнологичных предприятий. Однако нашим образовательным организациям трудно оценить и спрогнозировать изменения конъюнктуру рынков труда и образовательных услуг без тесного взаимодействия с нашими промышленными предприятиями. Поэтому в основу работы по восполнению кадрового потенциала положено заключение трехсторонних соглашений между правительством Тульской области, образовательными организациями и предприятиями промышленного сектора. Александр Николаевич, хочу вас заверить, что начиная с учебного года, 2015-2016 года, то есть через год, мы будем формировать наши студенты в профессионально-технических училищ и техникумах, только имея государственный заказ в лице наших предприятий промышленности и сферы услуг. Руководители этих предприятий будут вести и уроки у нас в наших техникумах для того, чтобы начиналась социализация ребят, чтобы ребята уже были по окончании учебных заведений готовы приходить и начинать работать в наших промышленных предприятиях.